9 лидеров стран Содружества Независимых Государств собрались на саммите здесь в Астане и как было заявлено ранее на повестке дня важные вопросы, включая обеспечение безопасности и гуманитарное сотрудничество. И важно отметить, что саммит в очном формате впервые проходит за последние два года. То есть до этого лидеры стран проводили заседания, но в формате онлайна, значит главам государств есть что обсудить. И в первую очередь это развитие интеграционных связей на пространстве СНГ. Саммит СНГ стартовал со встречи лидеров в узком формате. Говоря о том, что больше 30 лет назад в период серьезных геополитических изменений была создана СНГ, президент Садыр Джапаров напомнил об алматинской декларации от 1991 года и московской декларации от 1994 года. Как раз в этих документах заложены принципы, которые как никогда актуальны сейчас, а именно уважение территориальной целостности каждой из стран. Основной и незыблемый принцип создания содружества был заложен в формулировке, что дальнейшее развитие и укрепление отношений дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества между нашими государствами отвечают коренным национальным интересам наших народов и служат делу мира и безопасности. Особенно хотел бы подчеркнуть такой важный принцип, как уважение территориальной целостности друг к другу и нерушимость существующих границ. Это одна из главнейших договоренностей, которые являются ключевой основой наших сегодняшних отношений. Хочу вновь подтвердить, что Кыргызская сторона придерживается неизменной позиции о необходимости разрешения спорных вопросов исключительно мирным путем и политико-дипломатическими методами. Кыргызская республика уверена, что только мирное урегулирование любого вида конфликтов будет способствовать укреплению дружественных и добрососедских отношений, развитию экономических связей, повышению благосостояния народов и снижению социальной напряженности. Председательство в СНГ от Казахстана переходит к Кыргызстану. Уже готовы концепция и план мероприятий. О том, чему будет уделено особое внимание во время председательства Кыргызстана в Содружестве, рассказал президент Садыр Джапаров. Мы намерены и в дальнейшем использовать богатый созидательный потенциал СНГ через диверсификацию внешней торговли, обеспечение благоприятной среды для привлечения технологий и инвестиций, сохранение и развитие единого информационного, гуманитарного и культурного пространства, а также создание условий для комфортного пребывания граждан, государств, участников в странах Содружества. Укреплению добрососедских и поистине дружеских отношений между странами тоже будет уделено особое внимание. Хотел бы отметить, что в ходе своего председательства Кыргызская республика неизменно будет уделять большое внимание укреплению добрососедских и доверительных отношений между государствами-участниками СНГ, основанных на уважении интересов друг друга, с расширением и углублением взаимодействия разноуровневых интеграционных структур на пространстве СНГ. Кроме этого, приоритетными задачами являются вопросы изменения климата, природоохранная и экологическая тематика в прямой увязке с вопросами безопасности и устойчивого развития. В этом ключе необходимо налаживать активный диалог с международными институтами с целью реализации совместных проектов и программ в области охраны окружающей среды и внедрения экологически чистых технологий, повышения удельного веса зеленой экономики. Также важно направить усилия на поддержку и развитие партнерского взаимодействия между странами СНГ по таким направлениям, как транспорт, связь и коммуникации, миграционная политика, культурно-гуманитарное сотрудничество, реализация международных инициатив и межгосударственных программ. Кыргызстан, как подчеркивает президент Садыр Джапаров, будет стремиться усиливать межпарламентское взаимодействие государств-участников СНГ для дальнейшего сближения законодательств стран в самых разных сферах. Аяна Дюшикеева, Эсентурабы Киев, Аллато, 24, город Астана, Казахстан.